Крепость Бодобер Моя киноистория продолжается. Если в проект Крымский мост я попал случайно, то на Бодобер я проходил кастинг, так как отбирали не абы кого, а лиц восточной внешности для исполнения массовки ролей маджахедов. Мой приятель Алексей тоже участвовал в кастинге, его внешность понравилась киношникам сразу, но сам он как-то с сомнением говорил о будущих съемках. Не хотелось бы на экране изображать убитого, как-то мне этого не хочется. Но я был настроен оптимистично, мне интересно было заглянуть на кухню современного кино. Кирилл Белевич актер и режиссер. Он играл в известном фильме «Остановка по требованию», а в последнее время снимает военно-приключенческие картины. Не называю, потому что сам давно не смотрю телевизор и ничего не могу о них сказать. Первый день съемок 14 сентября я пропустил, он совпал со съемками Крымского моста, куда я и поехал. А на звонок с просьбой поучаствовать в Бодобере пришлось ответить отказом. Алексей же следил за ходом съемок и накануне очередного выезда на площадку позвонил мне. Ты поедешь? Конечно поеду. А ты? И я тоже поеду. И вот мы с Алексеем утром рано садимся в автобус с еще десятком двумя актеров массовых сцен и едем на декорации в песчаный карьер недалеко от села Юровка. У Алексея рюкзак и круглый черный пакет и пятилитровая бутыль с водой из Варваровского родника. А я с одной сумочкой через плечо, где смартфон, паспорт и два бутерброда с сыром. Я уже знал по съемкам в Тамане, что чай и кофе на площадке будут в неограниченном количестве. Ну а насчет еды я как-то сразу успокоился, оценив размеры поклажи Алексея. Ехали около часа, высадили нас в невеселом пустынном месте возле каких-то металлических эстакад и минут 10 мы шли по пыльной каменистой дороге. Издалека увидели светло-коричневые постройки, кишлак, как я понял. Располагался он на дне карьера, а сама крепость чуть выше, на уступе. Вообще выбранное киношниками место смотрелось необычно для южного региона. Все унылое, безжизненное, серое. Порывы ветра иногда гнали белую пыль. Нашему взгляду предстали только наружные части декорации. И они напоминали обычный вымазанный глиной с трещинами забор на грубой каменной кладке. Рядом с крепостью стояли солдатские палатки, вагончики, многочисленные автомобили, грузовики, трейлеры. Одежду выдавали из черного трейлера. У всех, кто участвовал в съемках 14-го числа, костюмы были уже подписаны, в первую очередь разбирали их. Но большинство нашей группы выехало впервые. Ребята, одеваемся и проходим сразу на грим. Распоряжался веселый, невысокого рода бригадир массовки. Так правильно называют эту должность. Звали которого Юра. Мы с Алексеем, он со своими мешками, тоже подошли к черному трейлеру. Интересно, мечтательно сказал я. Вот сейчас дадут нам одежду. И судьба в очередной раз распорядится нами. Судьба обошлась со мной слишком круто. Круто здесь имеет положительный оттенок. Наметанный глаз костюмера выхватил меня из стоящих в очереди. Вот вы. Заходите сюда. Я поднялся по металлическим ступенькам в трейлер, где мне женщинам костюмер подала не маджихецкий прикид, а песочного цвета форму на вешалке. Зеленый берет с золотой эмблемой на красной нашивке, кожаную кабуру и берцы. Будете пакистанским офицером. Я внутренне ликовал. Да, если высшее образование на лбу написано, от этого не уйдешь. Думал я горделиво. Алексею тоже достался необычный, резко выделяющийся из ему подобных наряд. Черные штаны, рубаха, черный жилет и черная челма. Когда он облачился, то вкупе со своей радикально черной бородой и черными очками стал похож на исламского религиозного деятеля. Пока я переодевался в палатке, ко мне подошел еще один пакистанец. На нем была такая же форма, но без ромбов на погонах и без кабуры. Он был копия советский артист Кокшенов. Да к тому же такой же балагур. Я в прошлый раз тоже пакистанца играл, хвастался он. Нам ничего особо делать не надо, просто ходить по рынку, нас все боятся. Мы можем любого обыскать, можем палками побить. Так он ввел меня в суть будущей роли. Я только одного не понимал. Как с таким лицом можно играть пакистанца? Ему бы голубой берет и вылитый десантник Степочкин. Второй пакистанец из патруля, тоже солдат. Был меньший ростом, спокойный, очень колоритный. Ему приклеили маленькую бородку и даже сделали шрам на щеке. Все остальные были маджахеды и мирные жители. Одевали и тех, и других одинаково. Штаны и рубаха одного цвета, жилет, пиджак или обрезанная шинель. К этому платок на шею или шерстяную накидку. Военным выдавали разгрузки, которые костюмеры называли лифчиками. Маджахеды, идите получать лифчики. А позже оружие. Чего только тут я не увидел. И наши родные Калашниковы, и карабины, и американские винтовки, и ручные пулеметы, гранатометы. И даже один, знакомый всем по фильмам про Великую Отечественную, ППШ. На головах челмы, тюбетейки и вязаные круглые шапочки. А еще пакули. Шапочки в виде мешка с круглым верхом и с завернутыми краями. Их еще называют пуштунками. Я надел свой офицерский мундир, как что-то привычное. Заправил рубаху в брюки, натянул на голову берет. Оказался мой размерчик. Кстати, и берет, и сам мундир, и кабура, и даже ремень на брюках, я думаю, были настоящими. На бирке берета все было написано по-английски. А застежка ремня незнакомой мне конструкции. Я еле догадался, как ее расстегивать. Сам я себе в зеркале не очень понравился. Но те, кто меня встречал, цокали языком, говорили одобрительно, похож, и тянули фотографироваться. У гримерки выстроилась большая очередь. Пожалуйста. А? Не понял. Вы писатель, короче? Да нет, я... Ну, я блогер. А-а-а. Вот тоже сродня писать. У-у-у. У гримерки выстроилась большая очередь. Здесь россиян превращали в пакистанцев. Дело-то проходило в Пакистане. Хотя на кастинге и требовалось отрастить бороду, но с бородами на съемки явились далеко не все. В гримерной палатке стоял пенопластовый стенд с приклеенными усами и бородами. Садился очередной актер, гример. В палатке работало четыре гримерши. Брала со стенда бороду и примеряла. «Сделай грозное лицо», – говорила она какому-нибудь веселому парню, подставляя бороду. И, убедившись, что попала в образ, принималась за работу. Работа гримеров шла бойко. Я удивился, как тщательно приклеивают очередную бороду, а кому-то избривали усы, кстати. Мне казалось, чего там? Роль массовки, задний план, раз-два и готова борода. Но они расправляли специальными пинцетиками каждый волосок. И действительно, приклеенные бороды невозможно было отличить от настоящих. Преображенные актеры то и дело спрашивали друг друга. «У тебя приклеенная?» «Да, у тебя. А у меня своя». Так и я поинтересовался у своего партнера, солдата-пакистанца. «Блин! Чешется!» – жаловался он на свою подобранную точно под цвет его волос – бороденку. Гримеры же наставляли. «Если зачесалась борода, ни в коем случае не чесать. Это реквизит и очень дорогостоящий. Если зачесалась борода, зовите нас. И вы почешете?» – спросил кто-то весело. «И мы почешем», – твердо сказала одна из женщин, которая была постарше остальных. Я уже писал, что моему напарнику сделали еще и шрам. Шрамы делали и некоторым маджахедам. Абсолютно всем делали на лице и загар. Мой грим загаром и ограничился. К моему образу добавился еще шейный платок. Повязывала его мне одна из костюмерш. Это чисто для гигиены, чтобы шею воротник не тер. И от солнца защищал, – пояснила она. А жара в этот день была страшная. Карьер, камни, солнце жжет. Алексей, приодевшийся в маджахеда, так отзывался о наряде. «Очень удобная одежда. Свободная. Главное, в ней не жарко». Материал действительно был очень легким, воздушным, хорошо продувался. Я и сам потом это оценил, но об этом позже. Если еще писать о гримерах, то они делали просто чудеса. Особенно они постарались, превратив приехавшего на съемки русского пожилого мужчину в настоящего аксакала. Оказалось, что этот дед когда-то закончил театральное училище давным-давно, а вот играть в кино решился впервые. Гримеры с большой любовью рассматривали актеров. «Ой, какое чудо!» – любовалась одна из них колоритным парнем, теребя его черные, загнутые в беспорядке, длинные локоны по бокам. Ему надели пуштунку, а локоны еще больше подкрутили. Такой заметный получился персонаж. «Ребята!» – подошел к палатке бригадир Юра. «К 11 все должно быть готово!» «Девчонки, управитесь!» Услышав их положительный отзыв, он обратился к актерам. «После грима спускайтесь вниз, там попьете чай, кофе и на площадку». Скоро съемочный лагерь оккупировали маджахеды. У многих на плече висели автоматы и даже гранатометы. Маджахеды смеялись, фотографировались на свои телефоны, отшвыркивали горячий кофе из пластиковых стаканчиков и жевали галеты. А мы ведь будто очутились в другой реальности делился впечатлениями я с Алексеем. Он же психолог, понимает. Я в форме пакистанского офицера чувствую над всей этой массой бандитов даже некоторое превосходство. Я все еще слабо представлял себе задачи своей роли. Парню, похожему на Кокшенова, я не очень-то доверял. Видно было, что он просто находился в состоянии эйфории от возможности сняться в кино. Я слышал, как он говорил, что с детства мечтает о театре и кино, что он уже где-то участвовал, в том числе и на Крымском мосту, что он может и каскадерские трюки делать, и драться по киношному, и даже привлек кого-то для съемок на свой телефон, как он набросился на душмана, заломил ему руку за спину. В общем, от него было много шума и суматохи. Перед выходом на площадку всех маджахедов, мирных, и нас, пакистанцев, собрали каскадеры, чтобы сделать разминку и отобрать десяток актеров для несложных трюков. Мы выстроились в круг и стали делать разминку. Забавно наблюдать, как это проделывают маджахеды. Бригадир Юра снимал на iPad эту картину и весело комментировал. Вот так мы каждое утро делаем зарядку. Потом мы кувыркались, валились на мат, имитируя попадание пули в спину, в грудь и так далее. Впрочем, меня, как не прошедшего отбор в каскадерскую группу, отставили в сторону, и я просто наблюдал за остальными. Особенно старался падать, конечно, как Шенов. С его ростом и весом это выглядело больше, чем убедительно. Наконец, всех пригласили на съемочную площадку. Это был Восточный базар. По периметру площади, под навесами, крытыми соломой, стояли столы, на которых лежали товары, мешки с зерном, разная домашняя утварь, кувшины, лампы, хлеб. Особенно забавно смотрелся прилавок. У него разворачивалось действие с главным героем, где, кроме мешков с рисом, с зерном, фасолью, стоял еще мешок с гранатами, лимонками. Тут же лежали диски для пулеметов. В клетке подвесили рыжего петуха, привели черного барана, расставили актеров массовки, стали объяснять задачи. Моим двум пакистанцам выдали по деревянной палке. Девушка Оля, ассистент, инструктировала Кокшенова. «Ходите спокойно, всматривайтесь в лица, не надо ходить, расправив грудь, показывать, смотрите, у меня есть палка. Спокойно. Рынок, много незнакомых. Что за человек пошел?» Но Кокшенов гнул свою версию. «Да мы тут королей, любого сплющим. Короче, как менты современные. Нас все боятся и все нам платят». Я вспоминал, как я когда-то тоже ходил в патруле, поэтому мне вживаться в роль особо не требовалось. «Ходи, смотри, подозревай, никому не доверяй». Последние штрихи. На площадку по замыслу въезжает открытый внедорожник типа нашего ГАЗ-69. Но он до того имел вид раздолбанный, сказали без тормозов, что когда перед съемками он заглох, то от него решили отказаться. Звучит знакомое уже и магическое. Приготовиться, мотор, камеры, начали. И базарная площадь ожила. Единственное, что отличало ее от настоящей, это то, что звуков никто не издавал, все только имитировали разговоры и общение. Перед съемкой я сказал своим пакистанцам, чтобы они от меня не отставали, шли чуть позади меня. Ну, на деле оба разбрелись. Кокшенов забежал вперед меня, делая резкие движения, а бородатый со шрамом отстал и имел вид отрешенный, потерянный, как я успел заметить. Я же не спеша вышагивал между торговых рядов, шутил с торговцами. Или бросал шепотом какую-нибудь фразу, типа, ну что, не берут твоего петуха? Алексей расположился в Чайхане, за пиалой, с чаем и играл с толстым посетителем рынка в Нарды. Хорошо устроился. Поравнявшись с ним, я ждал, пока он поднимет на меня глаза и говорил тихо. Надеюсь, не на деньги? Ну, тут прозвучала команда. Стоп, актеры на исходные. Начались перестановки и уточнения. Кто-то должен был идти быстрее, кто-то остановиться там-то. Сам режиссер Кирилл Белевич вышел из аппаратной. Она располагалась в смежном с рынком дворе. Увидел меня и сказал, офицер, хорошо, оставляем в кадре, а этих двоих убрать. «Славяне», – пояснила подошедшая Юля. «А где офицер с прошлых съемок?» – спросил режиссер. «Не приехал?» «Надо было сказать, я за него, как в «Новых приключениях» Шурика». «Ладно», – сказал режиссер, и этот хорош. Я тут поясню. Дело в том, что сцену на рынке переснимали, видимо, из-за какого-то брака. До меня офицера играл другой актер массовки, и Кокшенов не показывал даже фотографию их двоих на телефоне. У того была черная борода по контуру подбородка, да и лицо было шире, очень такой колоритный. Ну, так бывает в кино, что кого-то покажут, а кого-то и не покажут. Или наоборот. Юля принесла и подала мне палку, отобранную у Кокшенова. Сам он и второй пакистанец побрели с рыночной площади под навес. Я оценивающе поиграл палкой, опять вспомнив свою молодость в погонах. У нас палки были из резины и потяжелее. Готовясь к следующему дублю, я решил, что буду поигрывать палкой как с теком, что должно показывать мое доброе расположение к мирным жителям, но готовность воспитать нарушителя. Одному без поддержки это сделать бы на самом деле было очень затруднительно. Пока я обдумывал сцену, подбежала Юля и воткнула мне за уши темные очки-капельки. Вот теперь отлично, одобрила она. Люди в современной одежде из кадра, раздалось в динамиках. Начались съемки дубля. Я опять подошел к продавцу петуха. Не купили еще. Кто-то, повстречавшись со мной, почтительно поклонился. Я на поклоны не реагировал. Продавец за прилавком, уставленным пузырьками, бутылками, энергично жестикулируя, стал зазывать меня купить что-то у него. Я сделал строгое лицо. Кто его видит в кадре, да еще спиной к камере. Я показал на погоны. Служба, мол, не употребляю. В еще одном дубле я даже пригрозил ему палкой. Мол, смотри у меня, дача взятки при исполнении. В общем, каждый раз, а дублей было много, я придумал себе какую-то историю. И лишь в одном был верен. Отходя к Алексею, переставлявшему увлеченно нарды, он потом признался, что его очень действительно завлекла эта игра. И он играл с неподдельным азартом. Я, чуть нагнувшись, шептал. Надеюсь, не на деньги? Успевал я, конечно, и пристально взглянуть в глаза прохожих. Но по поводу продавца гранат я даже консультировался у Юли. Юля, а как мне реагировать на гранаты? Ведь безобразие, нарушение закона. На что она мне сказала? Тебе платят. Делай вид, что не видишь. Понял. Мне сразу стало легче справляться со своей ролью. Кстати, продавца гранат играл профессиональный актер. И, видя меня, он показывал знаки глубочайшего благорасположения к моей персоне. Когда из аппаратной раздалось, снято, молодцы, все дружно зааплодировали. Это означало перерыв для актеров на обед. И подготовку к следующей сцене. Нас накормили чем-то наподобие плова с фаршем. Давали салат. А компот, помните? Приключения Шурика. И компот тоже дали. Пакистанцев всех троих решено было переодеть в мирных жителей. Когда я увидел Кокшенова в восточных одеждах. Короче, сами представляете настоящего актера Кокшенова с его рязанской разухабистой физиономией в челме. Хотя, знаете, неплохо ведь сыграл в свое время Алибабу Олег Табаков и без всякой бороды. Тот же Армен Джигарханян его атаман Хасан был убедителен и зловещ с одними усами. Так он, я уже об этом пареньке А, так он, я уже об этом пареньке так и просидел под заборчиком в тени, травя байки про то, какой он способный на все руки артист. Второму пакистанцу, ну, в кавычках достался самый необычный на площадке костюм телогрейка поверх длинной восточной рубахи и солдатская русская ушанка. Мне выдали фисташкового цвета рубаху такие же широченные безразмерные штаны голубой под джинсу жилет без пуговиц жилеты на востоке не имеют пуговиц белую тюбетейку на шею повесили платок тот же, от костюма офицера. В таком виде я и вернулся на съемочную площадку. Там уже все было готово к началу следующей сцены. Все стояли по местам у колодца я увидел Юлю. Юля, меня переодели, мне что теперь делать? Она держала в руках небольшой свернутый ковер Вот вам ковер, будете идти вот туда, на камеру. Пойдете за мужем с двумя женами, выждав паузу Вам надо пройти между камерой и героями сцены Я кивнул, а когда съемка пошла я решил подойти тоже к ней творчески Я шел, опустив в печали голову и прихрамывая Не удалось продать сегодня ковер спать лягу голодным Я и моя семья После трех дублей сцена была снята Потом я замешкался, не успел ничего понять Что за следующая сцена будет Где надо стоять, что делать Просто сидел со своим ковром у входа на рынок А тут объявляют Все лишние уйти из кадра Снимаем камеры, мотор Тут я понял в чем дело На рынок через ворота, где я сидел Врываются два маджахеда с автоматами Они выбегают на площадь Начинают кого-то искать глазами Бегут дальше В этой сцене Алексея в той же черной одежде Поставили у входа на рынок с женой Он впереди, она прямо за ним в затылок Вот что значит замужем То есть замужем в буквальном смысле слова Когда на площадь вбегают вооруженные люди Они с женой спокойненько идут гуськом Как ни в чем не бывало Так же не бывает Я решил подойти творчески Я представил себе того же Не сумевшего продать ковер Дихканина Присевшего отдохнуть после жаркой торговли А может еще раз попытать удачу Но при виде вооруженных людей А все произошло мгновенно Я тревожно вскакиваю Озираюсь по сторонам Быстро хватаю, как говорится, руки в ноги И так же прихрамывая Смываюсь из кадра вместе с ковром Эту сцену мы отыграли тоже раза три Каскадер для ее улучшения тоже предложил свою фишку Когда маджахеды врываются, они сбивают его с ног И он всей плоскостью эффективно падает в пыль Ему помогают подняться прохожие и уводят быстро с рынка Каскадер просил актеров после первой репетиции Вы только не бейте меня автоматом, я сам на вас наскочу Вот такое творчество царит на площадке И каждый может придумать свою роль Пусть маленькую, в массовке, до мелочей С этим ковром я еще долго не мог расстаться Это же реквизит Его так просто не бросишь, где попало Я и палку с очками долго не мог пристроить От предыдущей роли офицера Начали опять снимать рынок, а у меня этот ковер Ладно, думаю, буду так с этим рулончиком и ходить Раза три переснимали эту сцену И каждый раз я подходил к Алексею, который опять играл в нарды И говорил нарочито коверкая речь на восточный манер Слушай, купи ковер Алексей, увлеченный игрой, тоже мне подыгрывал Не видишь? Играю Выиграю, тогда куплю ковер А перед сценой с врывающимися на рынок маджахедами Когда он с женой за спиной стоял в ожидании команды мотор Я подошел к нему без ковра И говорю Ты что, жену привел на рынок продавать? На что он мне говорит А где твой ковер? В общем, скажу вам, ребята Что кино – это увлекательное и веселое занятие Одно слово – игра Солнце клонилось к закату Снимали сцену с погоней Но я в этот раз сидел, отдыхал Прячась за забором с наружной стороны кишлака Камеру где-то, видимо, установили высоко Потому что все киношники ходили вдоль забора, прыгнув голову Из ворот рынка иногда кто-то выбегал Еще изможденный советский военнопленный Запрягшись в повозку, вывозил тяжелую бочку То есть жизнь на площадке кипела И мне было скучновато сидеть безучастно и ждать Рядом в пуштунке, сдвинутой на затылок Сидел и травил байки все тот же, как Шенов Пора было уже собираться домой Но нам и вели, что нужно снять еще сцену вечернего намаза Вызвался из массовки один знаток ислама Кажется, по национальности дагестанец Больше никто не знал, как совершается намаз Нужна была группа из 20 человек мирных имаджахедов Реквизиторы раздали молельные коврики Стали репетировать Да, я уточню В группу молящихся вошли не все Даже говорок пронес, что это уже групповка И что за нее будет доплата Массовку построили И режиссер стал отбирать сам Понравившихся по типажу актеров Мирные должны были быть в челмах и тюбетейках Военные в пуштунках и с оружием Отобрали для сцены Алексея, вручив ему карабин Меня, мужчину в белой тюбетейке Включили в группу последним Объяснили, что такое коврики Как с ними нужно бережно обращаться Как класть при молитве, как собирать Эту сцену уже снимали под ночным небом Выставляли свет Кстати, в один из моментов Я аж вздрогнул Увидев перед собой высоченные заснеженные горы Они были как мираж Но оказалось, что это в мощных лучах прожекторов Так высвечиваются в темноте В белой пыли склоны карьера С помощью стрелы подъемного крана Над съемочной площадкой Съемочная площадка была ночлежка маджахедов Подвесили огромный отражающий экран Установили софтбокс Включили мерцающие желтоватым светом светодиодные панели Они создавали блики, как от огня Пиротехники приготовились запалить глиняную печь И обрезок железной бочки Нашему актеру эта бочка помешала Расстелить коврик Он сдвинул ее в сторону Тут же подбежал художник сцены Кто сдвинул бочку? Не трогайте ее, она у нас в кадре На предварительном прогоне Оператор попросил меня сесть чуть левее За главным героем Ого! Подумал я Ну, в этой сцене меня точно Сто процентов будет видно Надо сыграть хорошо Дагестанца переодели в богатый халат Надели на него белую челму Он молился Мы все повторяли за ним Режёб просил, чтобы все делали красиво, синхронно Эту сцену мы повторяли много-много раз Даже когда все получалось на отлично Мы начинали все заново Потому что оператор со стедикамом Такая переносная камера на стабилизаторе Снимал крупные планы И сверху, и сбоку Я и тут старался творчески подойти К своей маленькой роли заднего плана Перед очередным дублем я посмотрел на ночное небо И сказал про себя Шакал я паршивый Все граблю и граблю Прости ты меня, Господи И при этом сделал, по-видимому, такое благостное лицо Кающегося грешника Что в следующую секунду Как гром среди ясного неба Прозвучала реплика режиссёра Актёр в белой антибютейке За главным героем Сделайте серьёзное лицо Он же сидит в аппаратной Всё видит в монитор Я нахмурил брови Следа раскаяния не оставил Вот, теперь хорошо Услышал я Камера, мотор Начали Там ещё потом на сцене Там ещё потом на сцене был взрыв Все бросились кто куда Маджахеды с оружием на улицу Я спасал свой священный коврик И спасался сам Как кошка сиганув на нары Застеленные коврами и тюфиками Алексея Алексея после первых дублей Попросили не бежать Со своим карабином А остаться в доме Им не понравилось, сказал он мне Что я слишком быстро бегаю А вообще я могу и с кувырком По системе Кадочникова Я занимался Я представил картину Как дядька с бородой Делает всякие кульбиты И мне стало смешно Мы лежали с ним В этих тюфиках Как в бае В интерьере с лампами Аладдина С узорчатыми чашками И делились впечатлениями О прошедшем дне Пока на улице Доснимали последнюю сцену Я взял в руки его карабин Повертел в руках Прицелился Направляя ствол куда-то в горы Потом я вышел посмотреть На заключительные съемки Базарная площадь была пуста На нее выпустили куриц И за ними долго ходил оператор С камерой Снято! Молодцы! На сегодня все актеры свободны Прозвучала команда Мне показалось, что это относится И к курам Эпилок Съемки Бадабера оказались Значительно интереснее Они добавили мне уверенности В себе И утвердили в том Что актерская профессия Мне пришлась по вкусу У меня прибавился Актерский опыт Вкупе со съемками Крымского моста Я уже могу сказать, что Кое-что стал понимать Что происходит на площадке Кто за что отвечает Что у меня тоже есть Непосредственный начальник Бригадир массовки Главный же вывод мой Был в том Главный же вывод мой в том Что в такой массе актеров На площадке Ты отвечаешь только за себя За свою роль Какая бы она маленькая Ну как настроение И ее надо тоже прочувствовать И прожить Хотя бы в этот очень короткий Момент В бой и как на подиуме Это Кстати 21 сентября Очередной день съемок В этом проекте И я собираюсь туда ехать Еще потому что Нам не заплатили денег Бригадир Юра сказал Что раз уж это была Групповка И что это была Переработка То надо Этот вопрос решать С продюсерами Это они решают Сколько заплатить Так что Поблагодарив нас За работу С нами попрощались До четверга Так что Впереди Меня ждет Еще Одна встреча С удивительным миром кино Остается добавить Что фильм Крепость Бодобер Снимается для первого канала Является личным проектом Константина Эрнста И будет демонстрироваться В лучшее эфирное время Так что Так что его увидит Огромная аудитория зрителей И в том числе Вы Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok